Следующее дело, на мой взгляд, также важное, это дело Виноконьячный завод Альянс. Ситуация заключалась в том, что налоговый орган предъявил претензии о завышении налогоплательщикам вычетов по НДС в связи с завышением таможенной стоимости. Ну, налоговый орган считал, что, в общем, стоимость той продукции, которая была приобретена, она меньше. Вместе с тем, Верховный суд указал на то, что в данном случае лицо, которое приобретало продукцию из-за рубежа, оно уплачивает таможенный НДС. А значит, с этой уплаты формируется источник для вычета соответствующего НДС. Ну и, кроме того, было указано на то, что само по себе завышение таможенной стоимости, оно никоим образом не нарушает интересы бюджета. Что, в общем-то, и логично, поскольку при завышенной стоимости бюджет получает больше таможенного НДС. На самом деле, важность данного дела заключается не только в выводе, который был сделан в нем, но и вообще то, что Верховный суд обратил внимание на вот эту проблему, связанную с таможенной стоимостью. Дело в том, что налоговые органы последние два года достаточно часто играют с данным понятием. Ну и играют, конечно, по-разному. Итог только один, что предъявляется претензии налогоплательщикам. И вот один из вариантов, скажем так, оперирования понятием таможенной стоимости был рассмотрен Верховным судом в данном деле, и, в общем-то, Верховный суд принял позицию налогоплательщика. Вместе с тем есть и другие дела, связанные с таможенной стоимостью. Например, это ситуации, когда напротив налоговый орган, проанализировав операции налогоплательщика, считает, что во внутренних операциях налогоплательщика стоимость, она не, ну, скажем, устанавливалась необоснованной. И в целях определения налоговых обязательств налогоплательщика налоговый орган, напротив, применял уже таможенную стоимость. То есть в таких делах уже таможенная стоимость налоговому органу нравилась. Хотя к такому подходу есть очень много претензий правового характера, но пока вот такие дела не стали предметом рассмотрения Верховного суда. Хотя их достаточно много и постоянно появляются новые примеры. И остается только надеяться, что в каком-то из этих дел Верховный суд все-таки усмотрит основания для передачи в судебную коллегию. Поскольку, повторюсь, такой подход, когда налоговые обязательства налогоплательщика определяются не на основании, скажем, анализа рыночных цен, а на основании таможенной стоимости, этот подход неверный и неправильный. Со многих точек зрения я сейчас погружаться в это не буду. Продолжение следует...